Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок. В этом видео я Пашевич Анна. И мы говорим о такую тему, что еще можно посеять, высадить в августе месяце. Как правило, к началу августа у нас начинают освобождаться грядки. Мы убираем лук, убираем чеснок, выкапываем молодую картофель. И возникает логичный вопрос, чем же заполнить землю, дать ей отдохнуть или все-таки чем-то ее засеять. В народе существует мнение о том, что засевать пустующую землю нет необходимости, проще ее держать под паром. Как бы и земля отдыхает, и меньше трудовых затрат. Но необходимо понимать, что наибольший урон земля получает, когда она не засеяна, когда она пустует. Потому что и ветровая эрозия, и водная эрозия, вымываются элементы питания, выветриваются сорняки, которые, как правило, вырастают на пустующих землях. Они вытягивают последние оставшиеся питательные компоненты. Поэтому однозначно необходимо землю заполнять. Есть два варианта самых основных. Это седиральные культуры и овощные культуры. О том, какие седиральные культуры можно высевать к концу лета, смотрите в этом ролике. А я хотела бы напомнить о тех овощных культурах, которые будут актуальны для высева в августе. То есть сейчас. Конечно, актуальными культурами для высева в августе будут все зеленые культуры. В частности, укроп. Но необходимо отдавать предпочтение тем сортам укропа, которые устойчивы к мучнистой росе. Поскольку данное заболевание будет характерно на начало сентября и на сентябрь месяц. Также можно высевать кинзу, шпинат, рукулу, петрушку. Но если говорить об данной листовой зелени, то петрушку все-таки лучше высевать корневого типа. Она успеет нарастить крепенькие корневища. Уйдет на зиму. Хорошо перезимует. И ранней весной это будет одна из первых зеленых культур, которая вас порадует своими витаминами. Листовую петрушку также можно пробовать высевать. Но отдавать предпочтение ранним сортам, чтобы все-таки она успела нарастить хорошую вегетативную зеленую массу. Из корнеплодов можно высевать редис и дайкон. Но отдавать предпочтение в первую очередь более ранним сортам. И также необходимо отдавать предпочтение сортам, которые устойчивы к цветущности или к стрелкованию. Потому что все-таки август это еще месяц таких хороших температур. И редиска, и дайкон являются культурами короткого светового дня. И если будет повышенная температура, то они, к сожалению, будут выпускать цветонос и переходить в генеративную фазу развития. Также можно высаживать зелень в виде лука на перо. Но высаживать лук, который мы собрали не в этот вегетационный период, а лук, например, сивок из прошлого года. Потому что лук, собранный в этом году, должен находиться в состоянии покоя порядка 8-9, если мы говорим о сортах, характерных для северных регионов. И порядка 3-4 месяцев, если мы говорим о южных сортах лука. Лук следует высаживать друг около друга сплошным мостовым способом. Также в августе можно высевать ранние сорта гороха, которые успеют вызреть к середине сентября. Но снова отдавать предпочтение сортам устойчивым к мучнистой росе. Из крестоцветных культур высаженная в августе рассадой пекинская капуста также успеет вызреть к середине сентября и порадовать вас своими урожаями. Зеленые культуры можно высевать как в открытый грунт, так и в закрытый грунт. Особенно если речь идет о теплицах, хорошо проветриваемых, у которых нижний ярус полностью освобожден от листьев. Например, если вы выращиваете томаты, можно высевать укроп, даже можно высевать редис при соблюдении соответствующей технологии возделывания. Могут возникнуть вопросы о том, следует ли укрывать посевы или все-таки они будут самостоятельно расти и развиваться при соответствующих температурных условиях. Ответ такой. Ориентируйтесь на свои погодные условия. Август в целом для Белоруссии обещает быть теплым месяцем. Среднесуточная температура по прогнозам синоптиков составит порядка 20-23 градусов. Соответственно, мы ничего укрывать не будем. Если у вас более северные регионы, то тогда, наверное, позаботьтесь о том, чтобы укрывать свои августовские посевы при необходимости укрывным материалом. Например, с панбондом. Все культуры, которые я назвала в этом видео, можно будет употреблять уже через 3-4 недели. Это начало-середина сентября. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на нем, если вы уже подписаны. Не забывайте ставить лайки и до встречи в новых видео. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»